История или физика? Английский или биология? Предпочтения у каждого свои. За окном февраль. И школьники Твери сделали свой выбор предметов, которые они будут сдавать на едином государственном экзамене. Какие оказались наиболее популярны в этом году, расскажет наш корреспондент. Чуть более трех месяцев осталось 11-классникам на подготовку к экзаменам. И будущие выпускники уже определились с предметами по выбору. По-прежнему лидером остается общество знания. Это и понятно, ЕГЭ по обществу знания необходимо для поступления на огромное количество специальностей. От юриспруденции, экономики до лингвистики, искусствоведения и политологии. Поступило 2308 заявлений. Среди предметов по выбору традиционно, как в прошлом году, лидирует общество знания, это половина выпускников. И физика, это 25% выбирает этот предмет. Вместе с тем, когда дети выбирают математику, они имеют право выбора либо базового уровня, либо профильного уровня. Так вот, профильный уровень выбрало три четверти выпускников. То есть, значит, они ориентируются в том числе и на технические вузы. Также в лидерах у выпускников Твери биология и английский язык. Кстати, сейчас изменить выбранные предметы практически невозможно. Шанс есть только по крайне уважительной причине болезни или серьезные семейные обстоятельства. Выбор предметов для школьников является окончательным. Если они планируют изменить эти предметы, к сожалению, это уже не представляется возможным. За исключением тех случаев, когда есть какие-то уважительные причины, которые подтверждены документально. Единый экзамен в этом году изменился не сильно. Однако некоторые корректировки все же произошли. Так, Рособорнадзор опубликовал изменения в ЕГЭ по математике на 2022 год. В текущем году обновлен порядок заданий и максимальный первичный балл. Как уточняют в ведомстве, в экзамене по математике базового уровня добавлена одна практико-ориентированная текстовая задача. А в задачах по геометрии усилен практико-ориентированный акцент. Эти задания предназначены для школьников, которые планируют поступать в ВУЗ, где математика не входит в перечень вступительных испытаний. В экзаменационную работу добавлены задания номер 5, проверяющие умение выполнять действия с геометрическими фигурами, и задания номер 20, проверяющие умение строить и исследовать простейшие математические модели. Основной период ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня. По русскому языку пройдет 30 и 31 мая по информатике и ЭКТ, 20 и 21 июня. Устная часть по иностранным языкам 16 и 17 июня. Экзамен по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни.